Пришла весна, и следы собачьей жизни стали виднее. Это возмущает не только гуляющих без собак, но и ответственных собачников. Правда, таких мало. Например, Елена всегда убирает за своим четырехлетним питомцем. Но за годы она так и не смогла передать этот пример товарищам по выгулу. Как так? Ну вот, мы же все вместе гуляем на этой площадке во дворе, и потом я иду и наступаю в чье-то прекрасное. Поэтому я стала убирать. Три раза в день гуляем, три раза в день убираем. За год ничего не изменилось вокруг. Никто не стал повторять. Дети показывали пальцем, смотри, она трогает и так далее. Специальных площадок, где собаки могут справить нужду и поиграть без привязи, в городе всего три на окраинах. Добраться туда непросто. Большая часть собачников гуляет в парках и аллеях города, например, в Изумрудном. Несмотря на то, что на входе табличка выгул запрещен. Мы планировали уже, ну, во-первых, при разработке проекта обязательно площадка для выгула собак будет предусмотрена. Место я пока не готов сказать. Оно должно соответствовать ряду и технических требований, и, главное, запросам горожан. Предположительное место размещения площадки для выгула собак находится в самом начале парка. Эта территория будет огорожена, однако архитекторы опасаются, что это испортит общий внешний вид. Они предложили разместить ту же самую площадку в самом углу Изумрудного. Однако возникает сложность, чтобы собачникам добраться до этой площадки, им нужно будет опять же пройти через всю эту аллею. А там собачников должна ждать площадка, огороженная забором высотой не меньше двух метров и разделенная на две части для маленьких и больших собак. Там должны быть приспособления для игр с питомцем, а также урны для экскрементов и пакетики для их сбора. Муниципальных таких площадок не предвидится по закону, город не обязан. Собачники могут организовать площадку за свой счет с разрешения Комитета по архитектуре. Такие площадки должны предусматриваться в первую очередь не в генеральном плане, поскольку он все-таки в первую очередь определяет зонирование территории, а не точечные объекты. Застройщики обходят требования закона и за этим никто не следит. Между тем, практически во всех крупных городах страны, если не сделаны площадки, то хотя бы стоят док-боксы с пакетиками для уборки за собакой. Архитекторы считают, что это не портит облик города, а наоборот, избавляет от конфликтов между горожанами. Специальные площадки законодательство обязывает делать при проектировании новых микрорайонов. Там есть норма площади одного жителя. И в принципе во всех наших новостройках сейчас, во дворах, должны были бы появиться соответствующие площадки. К слову, выгул собак запрещен только на детских и спортивных площадках. Гулять в аллеях и парках можно, но если хозяин не убирает за питомцем, за это положен штраф. Добросовестные собачники считают, что площадки для выгул и док-боксы в городе нужны. Чем больше, тем лучше. Но впервые людям нужно научиться ответственно относиться к тому, кого приручил. Тогда и в Барнауле было бы как минимум чище. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.